Коммунальные проблемы города. Такова тема очередной программы в контексте у нас в студии начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Севастополя Евгений Бортников. Здравствуйте, Евгений Александрович. Добрый день. Давайте начнем с того, на выходных был порывистый ветер, много линий электропередач повреждено. Как сработали аварийные бригады? Ну, действительно, на минувших выходных было значительное ухудшение погодных условий в виде продолжительного дождя и усиления ветра. По-моему, более 20 метров в секунду был ветер. Было повалено 18 деревьев и повредено более 30 линий электропередач. В принципе, все аварии на сегодняшний день уже устранены. Все деревья проблемные, скажем так, ликвидированы, убраны. Из резонансных, там вспоминается, в Инкермании у нас упало дерево на жилой дом. Значит, откликнулось управление МЧС. Совместно с коммунальным предприятием эту ситуацию ликвидировали. Что касается вообще непосредственно организации работ по ликвидации таких ситуаций, у нас в департаменте городского хозяйства всегда, в том числе в выходные, существуют дежурные ответственные, которые координируют такую работу. И в тех специализированных службах, которые занимаются этими вопросами, существуют аварийные бригады. Поэтому все вопросы решались на эти выходные в плановом порядке. В случаях таких ситуаций повторных, рекомендуем обращаться в службу 1563. Она сейчас работает, действует. Все заявки там аккумулируются и передаются в коммунальные предприятия и в ЖКХ. В каком количестве сегодня поступают жалобы от населения на теплоснабжение? Вы знаете, на сегодняшний день, ну вот говорите, если сегодня, у нас утром было одно отключение по улице Советской, 19. Обрушилась там подпорная стенка небольшая, повредила теплотрассу. По состоянию на настоящее время уже устранили эту аварию. И были плановые работы в Инкермане, Севастопольская ТЭЦ, меняла участок трассы, тоже работы закончены. То есть, по большому счету, мы уже, перейдя половину отопительного сезона, мы работаем в обычном плановом порядке. То есть, таких экстренных ситуаций на данный момент просто нет? Нет, у нас все котельные работают. Газ поступает стабильно. То есть, конечно, проблемы есть. И эта зима, она их показала, особенно в наши, в январе месяце, когда у нас были серьезные похолодания, до минус 17 градусов, вылезли проблемные места. Особенно эта проблема была на наших чердаках, особенно с теплоизоляцией. Была проблема с теплоизоляцией, где-то недоработали РЭПы, можно прямо сразу сказать. То есть, не доделали по утеплению. Значит, но, тем не менее, все аварийные ситуации были устранены. Конечно, есть еще большое количество проблем, в частности, в Гагаринском районе у нас всем известная проблема со стояками с заушенным сечением. Этой проблемой тоже занимаемся в рамках бюджетного финансирования. Их в 2014 году сделали значительный объем работ, а в 2015 году у нас порядка на 114 домах планируется замена стояков и лежаков. То есть, проблема как бы есть. Но она решается. Она решается, да, значит. Кроме текущего ремонта дорог, есть такая проблема, как своевременное устранение разрытий. Кто за это отвечает? Ну, опять же, возвращаемся к теме изношенности наших сетей, коммуникаций инженерных. Это тепло, вода, электричество. По этой причине специализированным предприятиям, теплосеть, водоканал, сетополинергия приходится выполнять аварийные работы, то есть, выполняются земельные работы, восстанавливается участок сетей. И, соответственно, возникает вопрос, если это на асфальтовом покрытии, восстановление асфальтового покрытия и благоустройство. Значит, в течение, сразу же после выполнения этих аварийных работ, необходима ликвидация траншеи, то есть, ее зарытие. Забонально засыпать хотели. Да, это нужно делать буквально сразу же. А само восстановление благоустройства асфальтового покрытия, ну, должно дать просадка. По нормам это не более двух месяцев. Значит, и, соответственно, здесь, конечно, есть определенные проблемы. Во-первых, их большое количество. Плюс у наших предприятий все-таки действующий тариф не позволяет в полной мере выполнять этот объем работ. Есть еще также проблема с частными разрытиями. То есть, в рамках... Когда люди банально решили себе что-то поменять, коммуникация проходит... Да, в рамках расширения инженерных коммуникаций, то есть, частные предприятия выполняют земельные работы и потом некоторые недобросовестные. Значит, что здесь необходимо делать? У нас в структуре есть такое подразделение, как управление контроля городского хозяйства, в которых есть, скажем так, наделены полномочиями по применению административных мер к нарушителям. Не важно, это частные сделали земельные работы или коммунальные службы. То есть, способ один — это наказывать рублем. Сейчас, к сожалению, там есть определенные правовые моменты, которые необходимо решить в части принятия кодекса административных правонарушений и правил благоустройства. То есть, этот вопрос, конечно, департаментам городского хозяйства будет дорабатываться. А как сейчас обстоят дела с утилизацией твердых бытовых отходов? Утилизация твердых бытовых отходов у нас производится на полигон Первомайской балке. На сегодняшний день у нас там две карты, которые уже заполнены более чем на 100%, и третья карта, которая находится в строительстве. Значит, заказчиком этих работ является структура управления капитального строительства. Выполняется там финансирование. Вообще, что касается благоустройства, у нас работает комиссия по обращению с коммунальными отходами, бытовыми коммунальными отходами. В том числе работает комиссия по безхозяйным отходам. То есть ни одна свалка безхозяйная, не санкционированная, не вывозится без решения такой комиссии. Мы за прошлый год вывезли порядка 1300 с лишним свалок. Даже могу сказать, что мы нашли возможность и вывезли такие свалки, которые были у нас на пустырях, в лесополосах, допустим, в районе южных очистных сооружений, в Игоринском районе. Те, которые копились уже на протяжении нескольких лет. Да, те, которые копились уже на протяжении многих лет и до которых не доходили руки. Ну, честно говоря, просто не было возможности. Нам такую возможность в прошлом году дали. Ну, а что касается благоустройства в целом, у нас есть финансирование из местного бюджета. За счет него выполняются работы по содержанию мест общего пользования. Это дороги, улицы, парки, скверы. Заключены договора на содержание зеленых насаждений и вывоз цибол. Ну, и опять же, те же самые несанкционированные свалки, они просто так с пустого места не появляются. Как правило, сами же севастопольцы вывозят этот мусор. Неоткуда-то из других регионов везут. Как сегодня, возможно, вообще бороться с тем, чтобы не появлялись вот эти новые свалки? Реально ли подобное? Ну, первое, конечно... Все-таки остается единственное, а ждать, вот увидели, накопилась новая свалка, приехали... Нет, это не выход, это полумера. Однозначно, для того, чтобы не было у нас свалок, необходимо... Первое, это, чтобы изменилось сознание у наших жителей, у нас с вами, у всех. Мы стали больше любить свой город и место, где мы живем. Первый момент. Плюс, конечно, со стороны органов исполнительной власти необходимо жесткий контроль за этим вопросом, принятие административных мер, тоже, скажем так, дисциплина с точки зрения применения административных санкций. Ну, то есть штрафные санкции накладывать, и чтобы они были ощутимыми, что называется, чтобы человек 10 раз подумал перед тем, как вывалил мусор не там, где положено. А есть ли в планах на 2015 год капитальный ремонт Кровель? Да, более того, не только Кровель. Сейчас, буквально сегодня, приезжали представители из фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Мы прорабатывали вопрос, ну, во-первых, отчитывались за прошлый год, к сожалению, в прошлом году. Ну, просто по срокам мы не успевали сделать значительные объемы по капитальному ремонту, в том числе Кровель, я имею в виду жилищный фонд социалом. В этом году планируется значительное капиталовложение, ну, просто в разы больше. Насколько? Сказать сейчас можно или еще преждевременно? Больше, чем 10 раз было в прошлом году. Существенно. Да, и проблема по Кровлям, она будет закрываться в первую очередь. То есть, есть там за счет средств фонда реформирования ЖКХ предусмотрены 4 вида работ. Это Кровли, фасады, замена лифтов и внутридомовые сети инженерной коммуникации. То есть, мы на сегодняшний день уже определились, какие объемы мы делаем, составляем сейчас, дефектуем объекты, составляем сметы и будем проводить, разумеется, конкурсные процедуры, заключать договора и саму непосредственную реализацию планируем начать, я думаю, что не позже июня. Хотелось бы в эти сроки уже начать. То есть, в ближайшее время будет объявлен конкурс для того, чтобы частные организации могли принять участие в этом. Как изменится ситуация после передачи домов от жилищно-эксплуатационных предприятий управляющим компанией? Знаете, я хотел бы отметить, что все-таки российское законодательство, в частности, жилищный кодекс Российской Федерации, он намного больше обязывает собственников жилья, в данном случае это население. Мы знаем, что раньше собственник жилья это была громада в лице фонда коммунального имущества и так далее. Сегодня собственник у нас население. И население обязано, скажем так, уже задумываться о том, что будет дальше. А дальше это совсем недалеко, это буквально 1 марта. То есть, с 1 марта, по большому счету, уже ответственность за содержание жилого дома будут нести не РЭПы, а, скажем так, нужно определиться населению способом управления. Кому они делегируют, можно сказать. Существует три способа управления. Это через управляющую компанию, через ТСЖ, товарищество с владельцами жилья и непосредственно собственными силами управления. Хочу сказать, что у нас в городе создано 9 государственных управляющих компаний, которые готовы, скажем так, принять фонд. Принять фонд, да, в случае принятия такого решения собственниками. То есть, по закону, собственник, то есть жильцы дома должны провести собрание, на нем принять такое решение, выбрав, если это данная форма, управляющую компанию. В случае, если такая управляющая компания выбрана не будет, то орган власти обязан провести конкурс и сам определить для собственников управляющую компанию. На самом деле, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство, на услуги ЖКХ? Вы знаете, вопрос, конечно, очень сложный, социально значимый, и в связи с этим руководство города тоже понимает. Поэтому принято такое решение не делать это резко. Составлен график плавного повышения тарифов, потому что все понимают, что за те тарифы, которые у нас уже не поднимались долгое время, что-то сделать просто невозможно, значимо. То есть существует график повышения тарифов до середины 2017 года, до июля месяца, каждые полгода. По жилью это порядка 21% каждые полгода будет повышение, и по услугам свет, тепло, вода, газ, порядка 12% каждые полгода. Так, хочу сразу заметить, что с 1 января текущего года уже отменен двухставочный тариф. Население будет оплачивать, обращая внимание, что пока еще счета выставлены за декабрь по двухставочным, так как оплачивается предыдущий период прошлого года. То есть, ну, скажем так, повышение будет, но оно будет плавно. То есть население его особо не заметит? Через какое-то время просто начнутся повышаться, повышаться, повышаться ставки. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, вы смотрели программу «В контексте» и эфир же информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...